Если вы еще не устали, то вот вам еще один выпуск. Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира происходит настоящее ледовое побоище. В первом выпуске мы уже рассказывали про победы Канады и России, так что по ним кратко. Кто пропустил его, ссылку оставлю в описании. Гусев и Сергачев из Тампы принесли красной машине по 3 очка. Матч закончился 4-3 в пользу сборной Ильи Воробьева. Концовка была напряженная атмосфера, хоть ножом режь воздух. Как вы думаете, заработал ли коллектив прозвище красная машина или нет? Кстати, кто не знает, Никита Гусев в КХЛ в этом году установил рекорд по набранным очкам, 101. А на этом чемпионате у него за 8 игр, 15 баллов, 4 шайбы и 11 пасов. Еще в составе победителей отметились Капризов и Григоренко, оба из ЦСКА. Лучшим в составе команды, чья столица Москва, был признан вратарь Василевский, который защищает цвета Тампы. Андрей отразил 29 ударов по воротам. Сборная России увеличила победную серию до 8 игр подряд. Последние 19 лет матчи с США выдаются очень результативными. По крайней мере, меньше 4 шайб не закидывается. Это был лучший матч, по моему мнению, для американцев и самый тяжелый для России. Швейцария кусает локти. Команда Фишера дважды выходила вперед в поединке с канадцами, однако уступила в овертайме. Обиднее всего то, что они выигрывали 2-1 и пропустили шайбу на последних миллисекундах. А в овертайме были повержены более опытными 26-кратными чемпионами. Герой игры, без сомнения, Марк Стоун. Он словно камень вонзил 2 шайбы европейцам и отдал 1 ассист. Угадайте, кто был признан лучшим в их составе. Хоккеист, ни много ни мало, вошел в топ снайперов турнира. На его счету теперь 7 шайб. Там происходит серьезная борьба. Про бомбардиров позже. У Канады 7 выигрышей к ряду. В следующем поединке расцветали Финляндия и Швейцария. Поплыли шайбы над рекой. За полторы минуты до конца Финны сравнивает счет 4-4. Сакари Маннинен из Йокерита отдал 3 голевых пасса, но к нему еще вернемся. Матч перешел в овертайм, где наш герой Маннинен, который кстати был еще и удален, закидывает решающий гол. В итоге у него 4 очка, а с действующих чемпионов падает корона. Как же не упомянуть про шайбу Ника Миколы на первой минуте. Отмечаем 18 очко шведа Нюландера. Вильям установил рекорд своей сборной, который держался 44 года. До него Ольберг набирал 17 очков за турнир. 7 шайб у Хёрквиста, но больше они свои показатели не улучшат. Гудбай. Команда Грёнборга потерпела третью фиаско на чемпионате. И все болезненные. 5-2 от Чехии, 4-7 от России и вот от Суоми. Напомню, что перед стартом чемпионата обе команды провели между собой два товарищеских поединка. Один из которых завершился 5-4 в пользу Финляндии. Смотрите, какое колоссальное преимущество у Швеции. Сборной провели между собой 66-й поединок. И финны выиграли только в 16-й раз на чемпионатах мира. Чехии и Германия целых два периода шли вровень. Однако в последние 20 минутки ребята Милоша Ржиги опомнились, вспомнили, для чего они здесь и закинули 4 безответные шайбы. Итоговый счет 5-1. Ян Коварш, некогда выступающий за магнитку, оформил дубль. У него по системе гол плюс пас 3 очка. Чехии побеждают в пятом матче к ряду, закинув 32 шайбы в них. Сборная впервые с 2015 года сумела преодолеть стадию четвертьфинала. Мы прощаемся с кожицы. Оставшиеся поединки примет город с мелодичным названием Братья Слава. Эти четвертьфинала запомнился тем, что было очень много качественного хоккея. При минимуме удалений их действительно было мизер. И теперь мы с вами вычеркиваем из итогового списка группового этапа выбывшую команду США и Швейцарии, а также покинули турнир команды Германии и Швеции. Друзья, у кого это вызвало удивление, напомню, что начиная со стадии полуфиналов, с 2019 года вводится новая система. Команда узнает своих соперников согласно итогам выступления в группе. Лучшая команда по итогам групп Россия встретится с финнами, а канадцы померятся с силами с чехами. Вот расписание полуфиналов. Обе встречи пройдут 25 мая, время московское. Финал и матч за третье место 26 мая. У Ньюландера становится 18 очков, у Кучерова и Варачика по 16. Гусев на четвертой строчке 15, у Чеха Фролика набрано 14 баллов. К Стоуну, Додонову, Фролику, Манти, Дебринкету, у которых по 7 заброшенных шайб присоединился швед Хёрквист. Как закончатся полуфиналы? Интересно узнать ваше мнение. Вот один из примеров. Очень люблю, когда оставляют такие комментарии. До скорого на спортивном.